Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Вы на канале Шахматы для Всех и в этом видео мы рассмотрим прекрасную атакующую партию известного белорусского гроссмейстера Виктора Давыдовича Купрейчика, который он сыграл в 1980 году в болгарском городе Пловдив. Соперником Купрейчика был известный местный гроссмейстер Иван Радулов. Е4 сыграли белые, в ответ сицилианская защита С5. Конь Ф3, конь С6, Д4, размен на Д4, конь Ф6, конь С3, Д6. Белый играет слон С4 и Радулов выводит ферзя на Б6, дважды атакуя коня. Тот отходит на Б3, Е6, слон Ж5, А6 и 2 нуля. Черные играют слон Е7, белые забирают коня. Черные бить слоном, конечно, не могут, теряется пешка Д6, поэтому болгарский шахматист забирает пешкой и Купрейчик ставит ферзя на Х5, сразу же намекая на ослабление пешечной структуры черных. Конь Е5, нападая на слона, тот отходит и черные делают короткую рокировку. Белые отводят короля на Х1, готовясь сделать ход Ф4. Черные играют король Х8, готовя поле Ж8 для своей ладьи, А4, слон Д7, А5, ферзь С7 и конь Д2. Дважды защищая поле С4, белые уже готовы прогнать черного коня ходом Ф4 и продолжить путь своей слоновой пешки на королевском фланге. Поэтому Радулов заранее играет конь Ж6 и после конь С4 уже стоило сделать ход конь Ф4 вилка, но черные вместо этого ставят ладью на Д8. Белые играют Ф4. Здесь Радулову стоило сделать ход ладья Ж8, чтобы в ответ на Ф5 перейти конем обратно на Е5 и несмотря на потерю пешки Ф7, сохранить обороноспособную позицию. Ладья Ж7, ферзь Х5, взятие на Ф5, после ЕФ слон Ц6, атакуя на Ж2, далее ладья Д2 и позиция черных даже несколько лучше. Но в ответ на Ф4 Радулов не вовремя атакует в центре. Ставит пешку на Д5 и после взятия на Д5 уже лучше было сыграть Ф6-Ф5. Но конь бьет Ф4. Играют черные. Белые ставят ферзя на А6, дважды атакуя коня, подгоняя его ко взятию на Е2. И в этой позиции белые, конечно, не забирают коня, так как теряют коня Ц4, а ставят свою пешку на Д6. Пожертвовав в легкую фигуру, Виктор Купречик не останавливается и перед жертвой пешки. Черные вынуждены бить эту пешку слоном. Далее размен на Д6. И опять же, если отыграть фигуру сыграть конь Е2, то черные вне опасности после хода ФЕ5. Но Купречик не отыгрывает фигуру, а ставит коня на Е4. Нападая на пешку и ферзя, тот отходит на Ц7. Расчет Ивана Радулова базируется на том, что в ответ на конь Ф6, угрожая матом, черные забирают на Ц2, защищая пешку. Впрочем, забирая на Д7, белые все равно получали выигранную позицию, но это и менее эффективно, и менее эффектно, чем то, что случилось в партии. А в нашем поединке Виктор Купречик, разгадав несложную идею защиты соперника, сделал ошеломляющий ход ладья Ф5. Отдает целую ладью, просто ради того, чтобы перекрыть диагональ Б1-Х7. Оказывается, что в случае принятия жертвы, белые забирают на Ф6 и угроза мата на Х7 неотразима. Поэтому ладья Ж8 играет Радулов, но партию уже не спасти. Купречик забирает на Ф6, угрожая матом, а в ответ на ладья Ж7 наносит решающий удар ладья Ж5. Здесь черные сдались, так как после взятия на Ж5 будет мат на Х7. Ну а если защититься от взятия ладьи ходом ладья ДЖ8, то белые заканчивают партию простой комбинацией на мат в два хода с красивой жертвой ферзя. Ферзь бьет Аш7, ладья Ж8, мат. Вот такая замечательная партия настоящего рыцаря атаки Виктора Купречика, который, напомню, в свои лучшие годы побеждал даже такого комбинатора и выдающегося атакера, как восьмой чемпион мира Михаил Таль. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Большое спасибо за внимание. До свидания.